Как звучит самая недооценённая прогрессив метал-группа современности? На этот вопрос я отвечу в конце выпуска, ну конечно мы же на ютубе о чём речь вообще. Но по пути я вам подкину ещё много крутых апрельских релизов, пост-метал, сладж, грув, альтернативы и множество других жанровых вкраплений. Сегодня на Metal Music Madness. Так получилось, что в наше время знакомство с новыми группами зачастую начинается не с музыки. Да, конечно, иногда мы ещё слышим что-то на радио в Spotify или в моей волне Яндекса, а потом уже лезем в телефон смотреть, что же такое клёвое играет. Но когда в последний раз вы заходили в музыкальный магазин за новым дисочком, слышали что-то кайфовое, что играет в павильоне, и просили продавца выдать вам CD этой неизвестной команды. У меня, так помню, было с One Man Army and the Undead Quartet, так что сейчас со всех олдов по лайку, кто помнит выпуск десятилетней давности про эту группу. Ну, это я так просто, к слову, вспомнил. В общем, сейчас я чаще всего вижу названия группы и альбома в интернете, и уже только после этого их слушаю. И вот это вот первое впечатление от набора букв с обложкой вкупе с ними зачастую и роляет. Будешь ты их слушать или пройдёшь мимо? Ну так вот, когда я увидел название Love, Sex, Machine, я подумал, что меня ждёт, ну, я не знаю, Glam Rock. А название альбома True. Или даже Трве, прям как любят настоящие блэкеры сырых подвалов. Странно это как-то. А вид обложки повёл мою фантазию в третью сторону, в сторону сладжа и постметала. И какой же из этих параметров оказался верный? В этот раз победила обложка. Да ладно! Третий альбом французских сладжеров Love, Sex, Machine — это очередная годнотища, вышедшая из-под крыла лейбла Pelagic Records. Так как я сам долгое время был довольно далёк от сладжа, то мне нравится находить релизы, с которыми можно вкатиться в этот жанр. Альбом True как раз из таких. Не очень крупное зерно в гитарах, ещё не очень медленно, уже не очень быстро, но довольно характерный для жанра вокал. Такой грязный, перегруженный крик утопающего в нефти человека. Но если жанр вам вкатят, то уже можно будет послушать первые два альбома группы. Там и зерно покрупнее, и сведение такое более скруглённое. самое то, чтобы включить их, сесть в кресло в тёмной комнате и отправиться в космос. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В нашем телеграм-канале я уже рассказывал как-то про один из моих способов поиска новой музыки. Я чекаю ютуб-каналы тех лейблов, чей ростер мне по душе. А ещё недавно я там писал, что мне нравится, когда на меня кричат из колонок под гитарки с кучей рейлера. Вы там это, подписывайтесь на тележку? Как видите, мы там всякое интересное обсуждаем. Ну так вот, Pelagic Records, на котором сейчас Love's Expression, это как раз один из тех лейблов, новые релизы которого я стараюсь регулярно отслушивать. И вот очередная находка оттуда. Blackened Forced Metal формация Glassing. Их новый альбом From the Other Side of the Mirror. Если постараться выделить наиболее интересные моменты этого альбома, то я бы назвал, во-первых, лёгкие секции. Потому что их много, они примечательные, но даже при их обилии, лёгким этот альбом ну никак не назвать. Во-вторых, довольно интересное сочетание отдельных жанровых элементов. Даже те же спокойные секции могут идти под блэковые бластбиты с двойной бочкой, и при этом они слушаются, ну, мягонько так. В-третьих, и на мой взгляд это основной элемент альбома, это осязаемая эмоциональность. И вот для достижения такого уровня чувственности тут в ход идёт вообще всё. И дикие крики вокалиста, и какие-то сюрреалистичные хоровые пачки чистого вокала, и ритм-секция с оттяжечкой, и редкие, но меткие диссонансы. Даже интерлюдия соло, которая буквально состоит из трёхминутного повторения одной басовой ноты на синте под очень ненавязчивые подклады, и сама в себе слушается очень нагнетающей и эмоциональной, так и в роли перехода между треками прекрасно справляется с ролью натягивателя-нервослушателя, который потом разрывается в последующей песне Nominal Will, одной из самых душевных композиций альбома. А уж как альбом разгоняется под конец, песня As My Heart Rots, кажется, уже должна эмоционально полностью вымотать слушателя, но после неё ещё три трека, и там такая заруба местами. Но финальная композиция Wake всё же очень обнадёживающе закрывает этот лонг-плей. From the Other Side of the Mirror Одно из самых контрастных аудиальных путешествий апреля 24-го. Субтитры создавал DimaTorzok Недавно в нашей тележке мы обсуждали новый клип Sidecore, которых мы знаем и любим по их industrial groove cybermetal бейвичкам. Это было видео на трек Make Me Real с одноимённого альбома, который на тот момент ещё только должен был выйти, и там, ну, не боевичок, там баллада, что-то совсем не специфичное для этой команды. Поэтому, признаться, тогда я немного испугался за свои будущие впечатления от этого альбома, но 26 апреля релиз состоялся, и там всё в порядке. Всё же стоит отметить, что в среднем этот альбом как будто бы менее cybermetal, менее industrial и больше groove metal, который всегда был в Sidecore, но тут взял верх и стал таким общепринято-грувовым, что ли. Но это и неплохо. У нас 6 лет не было новых альбомов этой прекрасной группы, и мы получили релиз, который, ну, лично я точно буду переслушивать. Ну и плюс, у Sidecore произошёл переход на другой лейбл, теперь они на East Heaven Records. Да и в целом, рост группы как будто подталкивает к изменениям. Сейчас их музыка слушается так, что она может дать новый буст к расширению их аудитории. Ну а если группа нам действительно нравится, то будет честно желать им максимального успеха. Тем более, что несмотря на некоторые изменения, Make Me Real уж точно не является тем альбомом, после прослушивания которого олдфаги скажут, ну, нет, это что-то уже совсем новое, это я слушать не буду. Баланс выдержан, развитие идёт, грув раздаётся плотнейший, тинтовые арпеджиаторы благостно чешут наши ушки, и футуристичный вайп на месте. Всё в порядке, это всё ещё наши любимые Sidecore. Субтитры делал DimaTorzok А в серединке нашего выпуска хочу немного поговорить с вами на несколько отвлечённые темы. Metal Music Madness, можно сказать, всегда был как-то вне музыкальной блогерской тусовки. А после недавнего большого перерыва, я вообще как-то так опасался сюда возвращаться. Что тут вообще происходит? Кто все эти люди? Ну и как-то так потихоньку начал впилить видосы, и был очень приятно удивлён, что люди, которых я сам смотрю и читаю, как-то так неожиданно, можно сказать, подхватили возвращение МММ. Про нас написал Андрей уши в огне, на мой взгляд, лучший русскоязычный музыкальный обзорчик. Нас репостил Саша Велш, мой любимый интервьюер. Упоминания про нас были в канале Мёртвых Собак Лай, его я читаю чаще всего. И это так клёво, мне нравятся эти ребята, и они просто вызвались помочь. И, как говорится, всё за респекты. Поэтому и я пользуюсь случаем, и искренне советую вам эти три ресурса в трёх разных направлениях. Оттуда можно в разных форматах почерпнуть много интересной инфы про музыку и музыкантов. Так что ссылки на них вы найдёте в описании к этому видео, а я как раз хочу поделиться с вами одним тайтлом, который нашёл в телеграм-канале Мёртвых Собак Лай. Обычно я оттуда забираю себе в плейлист всякий хардкор и пост-рок, но всякого дико кричащего у нас и в начале выпуска было достаточно. Поэтому новый альбом американской формации Эйдела, A Whisky Rate. И, процитирую Андрея в его рецензии на этот альбом, почти идеальная эма для 30-летних эмпатичных мужичков с теплом вспоминающих юность, с её доминирующей беззаботностью. Да, тут пост-хардкор, немного матрок с множеством прям сладкоголосых партов. В группе играют музыканты из Dance Gavin Dance, так что релиз прям для их слушателей. И, на мой взгляд, весьма для любителей перифери, потому что в меру, но очень хорошо прогрессивно. Субтитры делал DimaTorzok В апреле у меня набралось прям много отечественных групп, про которых я бы хотел рассказать в вертикальном формате, так что это всё скоро выйдет у нас на канале и в прочих других социалочках. Но и этот выпуск не хочется оставлять без подобных релизов. Тем более, если я включаю альбом, а тут даже и пишку, и меня выносят с первых звуков. Всё слушается на одном дыхании с периодическими отвлечениями на «ну нихрена себе, они тут навертели?» Это определённо повод поговорить об этом. Внутреннее возгорание. Новый миньон 5DS. И я определённо не из тех людей, которые давно слушают группу, хотя, конечно, стоило бы там нулевых обратить на них внимание. Я, наверное, от силы лет пять нахожусь, так скажем, в тесном контакте с их творчеством. Конечно, я всё у них послушал, и раньше у них было очень много крутых релизов, но мне как раз особенно нравится то, что сейчас у них как будто второе дыхание открылось. Вот примерно как я про Digimortal говорил, 5DS внезапно, в тот момент, когда как будто бы им можно было бы уже просить выпуск слабеньких работ, потому что ну и не и так уже много крутого всего выпустили. Нет. Они поймали новую музыкальную волну, и как начали стрелять годнотой. И все их новые работы, как и эта эпишка, звучат так, будто они не собираются останавливаться. В музыке чувствуется жизнь, запал и желание делать хорошо и интересно спустя столько лет. А еще их звук. Отдельная тема. Мне очень нравится звучание всех последних работ, и это не мудрено. Над сведением тут работает Артем Щербаков, и я честно считаю его одним из лучших звукорежиссеров, которых я знаю. Однажды мне посчастливилось поработать с ним во время записи барабанов для альбома FX No More Remorse, и это были самые приятные и профессиональные сессии записи в моей жизни. Если вы, как и я, в свое время непозволительно долго обходили эту группу стороной, внутреннее возгорание — отличный шанс это исправить. Каждый день — это новый шанс, а жизнь — это личный крест. Используй все, что есть. Всем не хватает. Время справедливости, и помогай все. Вместо дневной подписан парк, Илья нажимает в шиньках. Время — мой филе. Я продолжаю путь, как моя мечта. Ледя в потоки дней, знаю навсегда. Во дне за мной, или в равной душе. Я продолжаю путь, с ним с ним оттуда никогда. Но, кстати, не только Сайбкор в апреле разродились новым альбомом после шестилетнего перерыва. Так произошло и у норвежцев InVane. И вырулить к их описанию можно через Борг Нагар, которые были у нас в февральском M&M's. Жанрово очень похоже, но Сабж чуть более мелодичен. Несмотря на то, что блэковые моменты, тут как будто бы более блэковые. А еще тут играет младший брат Ларса Нидланда из Борг Нагар, Синдре Нидланд. А в целом состав InVane является лайв-составом для группы Solifold. Ну то есть довольно много пересечений с тайтлами, которые неоднократно освещались в M&M, и многие из вас, думаю, знают эту группу. Но вот так получилось, что за почти 12 лет существования нашего блога они тут не появлялись. Исправляем эту оплошность. И пойдем дальше. В сравнении новых альбомов этих двух знаковых норвежских коллективов. Если прослушивание Fall от Борг Нагар вызывает одно большое протяжное то прослушивание Solim от InVane это множественные... Да, тут прям внимание переключается от одного экстраординарного момента к другому. То офигеваешь от злого блэка, то тонешь в саксофонной интерлюдии, то челюсть отваливается от очень чувственного гитарного соло. Чувствуешь себя мячиком, который перелетает от одного музыканта к другому, и каждый удар по тебе отзывается новыми аудиальными впечатлениями. Вот так выходит в феврале Fall, и ты думаешь, ну все, лучший Epic Sympho Proc Black альбом, а потом выходит Solim. А ведь еще только апрель. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Ну а завершим выпуск той самой недооцененной прогрессив метал-группой современности. И по совместительству моей любимой прогрессив метал-группой, Лох Восток, выпустили вторую часть их опус Феррекс, Mark of the Beast. Про первый опус Феррекс мы говорили в 21-м году. Тогда у них было весьма знаковое изменение лайнапа, основатель Тедди Мюллер перестал петь, и остался только на гитаре, а место вокалиста занял Йонас Редехорн. Тогда мне было чуточку непривычно слышать новый вокал, однако сейчас, на своем втором альбоме в составе группы, Йонас уже чувствуется прям нужной частью Лох Восток, и его вокал кажется прям своим. Однако перед записью Сабжева полновеса в составе произошли очередные изменения. Барабанщик Лоуренс Динамарка, один из моих любимых драмеров, который в группе был с 2010 года, был вынужден покинуть коллектив, потому что у него там скорсиметрии теперь, огромные туры, ну, в общем, можно его понять. А барабанные парты этой группы для меня всегда были особенным моментом, так что опять подъехали опасения. И они опять были напрасными. Новый драмер Уильям Паркстон прям без склейки ворвался в группу, и на записи отработал так, что сигнатурное звучание не поменялось, и на лайвах прям в ноль отыгрывает все, что было сочинено другими ребятами. Да, иногда клево слышать изменения развития у любимой команды, как я вот про сайбкор говорил, но, блин, для меня Лох Восток звучат так, что, ну, куда уж круче. Поэтому, да, в случае с ними мне было бы сложно принять какие-то изменения, даже в такой не самой важной для многих части, как нюансы барабанных партий. Ну и по поводу самой недооценённой прогрессив метал-группы. У них уже 9 альбомов. С самой первой композиции дебютника и до последнего трека нового Opus Ferex я слушаю все их песни с искренним благоговением. Видим ли мы Лох Восток на каких-то крупных фестивалях? Ну, считай, что нет. И это вроде неплохо, не катастрофа, но важно, чтобы самой группе, при том огромном количестве стараний, при бесчисленном количестве часов, потраченных на вытачивание их весьма уникальных скиллов, было комфортно на этом уровне популярность. Если им окей, это замечательно. Но я же, со своей стороны, хочу постараться сделать всё, что могу, чтобы им в данной ситуации было чуть более приятно. Поэтому они здесь, поэтому я каждому из вас советую послушать этот клёвый альбом, поставить им лайки на стримингах, написать где-нибудь коммент, если вам понравится. Это всё, правда, важно. Субтитры создавал DimaTorzok На этом мы, пожалуй, закончим сегодняшний разбор апрельских релизов. Но далеко не уходите, подписывайтесь. В ближайшее время в YouTube Shorts я буду рассказывать о других клёвых тайтлах, которые не попали в сегодняшнее видео. А через месяц мы опять соберёмся здесь горизонтально, и хорошей музыки будет ещё больше. Если жанрово сегодняшние релизы не попали вам в сердечко, то напишите в комментариях, какие направления были бы вам интересны. И также буду рад, если вы там поделитесь своими любимыми альбомами ушедшего месяца. Я обязательно всё послушаю, и то, что понравится, заберу в наш Телеграм-канал. Ну и вообще будет круто, если вы на него подпишетесь. У нас там приятный движ, много замечательных людей, и ежедневные посты, из которых можно понабирать музлишко для своего плейлиста. Ну а если в сегодняшнем видео вы нашли что-то интересное для себя, то будет очень круто, если вы поставите лайк, и посмотрите другие наши видео, и будете периодически заглядывать на наш канал. Я искренне благодарен каждому из вас за просмотр и рад этой возможности обсуждать с вами интересную музыку. Буду с нетерпением ждать нашей следующей встречи. С вами был Миран. До связи.